В Уссурийске на территории 35-й пожарно-спасательной части 7-го пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Приморскому краю прошел второй этап смотр конкурса названия «Лучшее звено газодомозащитной службы МЧС России» и «Лучший газодомозащитник Дальневосточного федерального округа». В соревнованиях приняли участие около 40 человек из 10 команд ДФО. Ревнования проводились в течение трех дней. В первый день проводилась проверка уровня теоретических знаний личного состава газодомозащитной службы, а также знания медицинской подготовки. На второй день проводились соревнования на стадионе, где личный состав принимал участие в личных соревнованиях. Газодомозащитная служба в пожарной охране – это основа нашего дела. Поэтому все пожарные, которые являются газодомозащитниками, должны обладать определенными качествами, как физическими, так и психологическими, которые им необходимы при тушении пожара и проведении аварийно-спасательных работ и спасания людей. Условия, в которых соревновались сотрудники МЧС, были максимально приближены к реальным, так как в густом дыму в первую очередь на пожарного воздействуют опасные факторы – нулевая и высокая температура. В такой обстановке необходимо не только сохранять максимум выдержки, но и спасти человеческие жизни. Все команды подготовлены, показывают уровень свой, своей подготовности – физической, моральной, психологической, в то же время и тактической. У каждой команды своя выработанная тактика, они применяют это в данных соревнованиях. Как говорится, сложности у нас в тренировках, чем сложнее тренировки, легче потом в боевых ситуациях, ну и в данных соревнованиях. По итогам соревнований лидером стала команда из Приморского края, серебряную награду завоевала команда из республики Саха и Якутия, третье место досталось команде из республики Бурятия. Анна Дьякова, Новости на Восьмом.